Моё окружение было принципиально враждебным к моим интересам, потому что я родился в номенклатурной семье. С отцом я не жил, отец художник, но он рано развелся с матерью. Под влиянием моего деда со стороны матери, который имел очень жесткий характер, но и мама тоже была достаточно такой жесткий человек. Но жил я с бабушкой, и, в общем-то, поскольку она была вдова номенклатурного человека, а он умер, когда я был в первом классе, поэтому все разговоры о том, что он мне потом позднее оказывал какую-то протекцию, что это бессмысленные басни, которые в Википедии изобретают. Он умер, когда мне было 7 лет, успел отвезти в школу в первый класс. Но от него осталась библиотека, это единственное моё окружение. Философией я стал заниматься с 12 лет, потому что считал, что это наиболее такое пассионарное, наиболее острое, наиболее интересное занятие, сфера приложения, вообще внимания, усилий и так далее. Естественно, что в те времена, я пошёл в школу в 54-м году, то есть когда умер товарищ Сталин, пришла к власти группировка Маленков, Булганин, кто там ещё был, Каганович, Молотов. В общем, группировка пришла к власти ненадолго. Берия ещё фигурировала очень коротко. Потом очень быстро остался один Хрущёв к моему третьему классу. Ну, надо сказать, что обстановка была очень, по сравнению с позднейшими временами, мягкой, лучше не говорю, со сталинскими. Вот такая лицейская обстановка в нашей школе, хотя в нашей школе не было ничего специального. Это была 50-я школа, она есть сейчас, рядом с институтом, теперь он университет, Мариса Тореза, в Кропоткинском переулке. Вот. И там, ну, была такая очень закрытая, очень лицейская обстановка, по крайней мере, вот в моём классе. Школа была большая, в ранний период она была переполнена. Когда я в младших классах учился, не хватало школьных площадей. Вот. Но, хотя я очень тяготился в школу, и сейчас задним числом вспоминаю её с некоторым, даже, я бы сказал, тёплым чувством. Вот. Но она тоже была, естественно, враждебна к моим интересам. И между моим домом, где я жил, и дирекцией школы существовало определённое взаимопонимание. Вот. Ну, я с самого начала исходил из необходимости противостоять этому пространству. Как говорил Горький в песнях Старого Дуба, в его первом произведении, которое он уничтожил, я пришёл в этот мир, чтобы ему противостоять. А вот этот дух, который был нами не понят и не оценен в горьком, как советском писателе, что перечеркнуло его значимость напрасно. Кстати говоря, вот этот дух, он был нам очень свойственен, но у меня, во всяком случае. Продолжение следует...